Здравствуйте, в прямом эфире студия Репортер, меня зовут Константин Гречаны. Битва за летний театр. Именно так можно охарактеризовать события, которые произошли в субботу, столкновение между общественниками и полицией, пострадал главный полицейский Одесской области, ему разбили голову. Почему так произошло? Территория уже много лет находится в бесхозном состоянии, в ужасном состоянии. Сменилось несколько арендаторов, но когда появилась информация о потенциальном строительстве на этом месте высотного здания, тогда протесты общественности достигли своего апогея. И вот, в принципе, уже это движение набрало своей массовости, и вот, к сожалению, произошел в субботу такой вот конфликт, летели камни, были драки. Вы это, наверное, видели на экранах, кто не видел, можете посмотреть по ходу нашего эфира на одном из экранов нашего мультискрина. Вот постараемся разобраться, почему так случилось. К нам сегодня пришли Владислав Болинский, экоактивист, общественник, представляет организацию «Зеленый лист». Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Шеремет, депутат Одесского городского совета фракции «Я доверяю делам», сегодня будет представлять позицию городской власти. Добрый вечер. Добрый вечер. Также по ходу эфира к нам обещал присоединиться Руслан Форостяк, главный консультант начальника областной полиции. Если у вас есть вопросы к нашим гостям студии, звоните по номеру прямого эфира 34-92-58. 34-92-58. Также мы предлагаем вам принять участие в нашем интерактиве. Вопрос очень простой. Сохранит ли Одесса летний театр? Если считаете, что сохранит, звоните по номеру 784-80-81. Если считаете, что не сохранит, по номеру 784-80-82. Владислав, у меня вопрос к вам, как общественнику, как участнику тех событий. Мы обязательно коснемся истории летнего театра и юридических моментов. Почему в субботу именно произошли эти массовые столкновения? Вроде же до этого был какой-то диалог. Были договоренности, что вроде все должно быть спокойно. Почему полетели камни, драки, собственно, то, что происходило? Да, но на самом деле диалога не было. Были наши опасения очень серьезные. И были наши заявления о том, что мы проводим соответствующее мирное собрание. И более того, у нас есть заявление. Во-первых, мы за два дня до этого проводили такое же собрание. И по месту там были сотрудники полиции. И мы увидели достаточно большое количество неустановленных лиц. Это была, вероятно, охранная фирма, которая занимала эту территорию. Тогда мы, в общем-то, увидели, что органы правопорядка не могут обеспечить громаде решение этого вопроса. В частности, что позиция понятна. То есть те провокаторы, которые затесали среди общественников и стали, собственно, причиной конфликта, насколько я понимаю, да? Ну, вы знаете, когда, допустим, общественники, которые находились на месте, в том числе депутаты, задержали двух провокаторов, мы можем говорить о том, что это действительно провокаторы и так далее. Ну, такие люди всегда есть в толпе. Но когда провокаторы в конечном итоге оказываются, ну, не задержаны, скажем так, и они не установлены, а вот это уже недоработка полиции. Почему? Потому что существуют, ну, скажем, определенные механизмы выявления таких людей и работа, которая должна предшествовать таким массовым мероприятиям по осмотру периметра, допустим, на предмет взрывоопасных веществ и так далее. В частности, там за день до этого непонятные люди и занимались тем, что вымазывали все конструкции, выходящие на территорию городского гурсада, вымазывали солидолом, к примеру. Занимались тем, что заваривали, вели сварочные работы на воротах и так далее заваривали. И что самое ужасное, и я понимаю, что есть определенные недоработки, то, что вот и в настоящее время, вот сейчас, вот эти металлические конструкции, которые находятся на стене от пивного сада и до ворот, да, они в очень аварийном состоянии. Я бы хотел обратиться, может, к одесситам, чтобы, не дай бог, дети не подходили, потому что это конструкции, которые весят сотни и сотни килограмм, и они держатся на волосок. То есть фирма «Солинг», вот эта фирма, которая владеет и якобы обслуживает эту территорию, она умышленно поснимала крепления вот этих конструкций. И в данном случае, в настоящий момент, они представляют угрозу для граждан. Давайте вернемся к тому конфликту. Как я и говорил, к нам присоединился Руслан Форостяк. Витаю вас. Я вас витаю. Розкажите вашу версию подій і наскільки дії поліції були, а, законними, б, вмотивованими. У меня не версия подій, у меня не объективная информация. Є про події, які були напередодні масового заходу і під час масового заходу. Тому я особисто рахую, що дії поліції по охрані громадському порядку були незадовольними на цей причине. Ми також робимо, це мається на увазі правоохоронців, відповідні висновки, буде проведена відповідна робота. Дії громадськісті також я знаходжу безвідповідальними в цьому випадку. Дії забудовника, який займається господарською діяльністю в літньому саду, в літньому театрі. Також вважаю безвідповідальні, що незважаючи на спільний резонанс, не намагаюся дійти до будь-якого діалогу. Дії органів місцевого самоврядування, ефективними чи ні, я не буду давати оцінку, тому що це хай робить громадськість, це не функція поліції. Що стосується будь-яких питань, на які ніби не існує відповіді, то я хочу сказати, на всі питання відповіді є. Те, що, власне, трапилося з Дмитром Головіним, що він постраждав, наскільки було мотивоване рішення піти його до активістів без засобів? Дмитро Головін, знаєте, на злочинців виходить, які погрожують вбивством, чи, ви знаєте, був випадок, коли був заручник психопата в руках, він, не вагаючись себе обміняв на заручника, він йде будь-куди, тим більше, коли він йшов до активістів, яких він поважає, які всі його особисто знають, він ніколи не відмовляє в діалозі, він не очікував на таку хамську поведінку, він не очікував, що хтось підступно кине камінь, ну, камінь там вже з'ясовано, це ніхтось там намагався його поцілити в голову конкретно, але це особа з середовища активістів, яка жбурляла каміння в НАТО в правоохоронці, з якою метою пояснити мені вдаватись в мирні акції до жбурляння каміння, до жбурляння піротехніки, до провокації, що мали місце, це питання, скоріше, не до мене, а до організаторів акції. Також я б хотів спрямлювати до організаторів акції, слідуючи звернення, що коли люди планують будь-який захід, який може бути пов'язаний в насильському центрі міста, треба бути дуже відповідальним. Я колись, знаєте, не буду приховувати сам, ви знаєте всі, тому я від вас це не приховую, сам брав участь і планував не одну суспільний захід чи акцію, чи як завгодно це називаєте, чи акцію протесту, розуміючи, яку відповідальність я несу. І ні одна з цих акцій не була пов'язана з будь-яким насильством, з будь-якими кров'ю пролитою, з будь-якого боку, чи з будь-якими хуліганськими діями, згадайте. Це по-перше. По-друге, якщо організатори відчувають, що на їхню акцію можуть нахлинути провокатори з одного з іншого, чи з третього боку, а так там і було, що там були провокатори з різних сторон, то вони мають звернути увагу на попередження правоохоронних органів. Ми отримали заявку напередодні, це від зеленого листа організації, що намагалася провести захід, вона нас попередила, що вони будуть напередодні цього заходу, що буде така акція. Ну і, звичайно, моніторюються соцмережі, це зрозуміло все, що правоохоронці знали, що така акція буде проводитися. Що буде вона мирною, у нас були очевидно об'єктивні дані, що не буде мирною. Ми цю інформацію повідомляли і організаторам також. Я не бачив ніяких спроб координації з правоохоронцями напередодні заходу, не було ніякого діалогу з правоохоронцями стосовно будь-яких переговорних процесів, тому що вони вважали, що в них позиція така, що правоохоронці заангажовані міською владою і намагаються захистити забудовника і захистити інтереси міської влади попри інтереси громади. А це не об'єктивно і тому вони уникали будь-яких перемогів з цього приводу. Можна мені відповідати? Репліка я Олександру. А можна я відповідь? Тільки репліка. Ну, во-первых, не ми повинні зв'язуватися, а ви повинні зв'язуватися. Во-вторых, з нами ніхто не пытався навіть скоординироватися. Це мероприятие, ви же знаєте, Руслан Миронович, воно порядка 10 днів висело в Фейсбуці, можна було чітко відслідити кількість людей, які там зарегіструвалися. Ми в даному власній в своєму заявленні указали причини збору і попросили вас обеспечити порядок, правопорядок. Зрозуміло. І тому правоохоронці там, коли питають, навіщо там були правоохоронці, з метою запобігти будь-якого безладу, який там намагалися вчинити. І безлад місце мав, на жаль. Ну, будемо вважати, що имало місце определення недосказаність, і в будущем якось комунікація буде краще спосібствувати, щоб не було таких конфліктів. Олександр, я знаю, що ви також були на місці событий, не були на місці событий непосредственно. Ну, ви робили заявлення по цьому поводу, що ніякої застрійки там не буде висотної, що Летний театр збором 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 збором. Расскажіть, чому не вдалося достучатися, по вашому міненню, до общественних активистів, щоб не було такої реакції? І, в принципі, як так вийде, що Летний театр, такий знаковий для Одеси объект, прямо в центрі місця місця, перешов до непонятних арендаторів? Ну, ми, як місця власть, я зараз от імені якраз місця власця, ісполнительних органів власця можу заявити, що зробили все для того, щоб сняти той накал, який був накануне проведення акції. І ми розуміли, що нам очередні масові якісь біспорядки, не потрібні в місці. Це може рикошетом ударити по репутати місця місця, які були заінтересовані в тому, щоб дестабілізувати ситуацію, в частності, во время проведення ці акції, і, можливо, для того, щоб розкачати ситуацію опять в місці. Откуде ви знаєте? Ви ж там не були? Нет, ну, я, естественно, матеріалі посмотрел. А які матеріалі скажіть, будь ласка? І ваші, які ви розмістили, в тому числі. Ну, я извиняюсь, конечно, але, понимаєте, ви, коли говорите, відміняйте напряму. Я не можу не відповідь, тому я вам сразу говорю. Давайте я тогда уйду з ефира. Нет, будь ласка, говорите, давайте в порядку. Якщо б ви слушали внимательно, я говорю о том, що ми, місці, я, як депутат, як чоловік, я, я провів, я учався в якісь акції рані, за то, щоб була можливість у людей проводити нормальні, мирні акції, висказувати свою позицію мирним протестом. Ну, вообще-то, це в 39-й статті Конституції України. Ви будете комментируювати кожного? Да, я извиняюсь, да. Но коли ви упустили момент, коли в ваших рядах оказались люди, услышите меня, контролююмі, а може бути не контролююмі, які були направлені на дестабілізацію ситуації, ви сегодня, як общественность, як люди, які хотіли провести мирну акцію, вас дискредитували. В какой ситуации? В ситуации, коли ви нанесли телесні повреждення, увечі генералу поліції, коли ви сегодня вступилися в противостояние з государственними органами, правоохранительними органами, коли ви сегодня, ну, делаєте такие вещи, які дестабілізують ситуацію в городі. Дестабілізують ситуацію в городі бездейственність депутата. Дай-то не сказати, що ця не перероджу зараз. Не, я говорю, що дестабілізують бездейственність депутата. Дай-то не сказати, що це все. Я закінчую. Относительно бездейственність депутата. Я, як депутат Городського совета, як член комісії по архітектурі і градостроїтельству, конкретно выходил накануне, за два дня до проведення акції, встречались с представителями собственності, Которая... Собственность каїй? Собственность вот этих вот двух, я так понимаю, сараев. А вы голосовали за передачу? Пожалуйста, давайте, пожалуйста. Давайте, пожалуйста, вы сейчас... Не надо мене сейчас, давайте... А вы голосовали за передачу этой земли? Ещё раз. Я знаю, потому что есть поимённый список голосования. Ещё раз. Давайте так, передача... Я в Александр унищене запомнила в 2003 году. В 2003 году. Передача була в 2003 году. Я не был тогда депутатом. Александр, я попрошусь відповідіць сначала на мой вопрос. в порядке очереди, так сказать. Да, вот как раз по, в принципе, вопрос схожий. Как так показалось, про что мы были общие? Как земля оказалась, такая вот знаковая земля, оказалась в аренде у неизвестных арендаторов? Формально неизвестных. Во-первых, арендаторы переходили, но формально-неформально мы сейчас не будем говорить, потому что я не знаю, откуда компания появилась в Солинг сегодня. Мэр города заявил на аппаратном совещании, что земля переходит из рук в руки уже много лет. И она с 2003 года находится в запустении. С 95-го года? С 98-го, если уже быть точнее. С 98-го года, насколько я помню, это была собственность филармонии, если мне память не изменяет. Эта собственность была, по-моему, даже областного совета. Да, областного. И было передано. Поэтому сегодня, когда губернатор заявляет о том, что нужно провести расследование относительно передачи земли в собственность, да, давайте уже будем проводить тогда объективно, равномерно это расследование относительно того, что нет. Я просто хочу сказать о том, что необходимо тогда уже объективно к этому подходить вопросу. Не обвинять сегодняшнюю власть в том, что она передала. Ни хто на значение земли, речь идет об оренде. Друзья, никто на значение земли, национальное значение земли никто не меняет. Очень важно, гости, вот бачите, наша дискуссия, которая горяча за этим столом. Вот такая сама дискуссия только в суспільстве, у кого цього объекта уже тривалий час. Ніякого диалога, ніякої поваги до одного одного, они не чувствуют один одного одного. Правоохоронцы, которые должны заниматься, может, не их прямыми обовязками, шукать диалог, шукать какие-то методы заспокоения ситуации в месте, потому что в будь-якому випадку страждают из-за правоохоронцы. Відповідьте мне, будь ласка, на одно вопрос. И это я сейчас буду критиковать и активистов, и местную владу. Если какая-то группа намагается защищать интересы мешканцев города, города, как она декларирует, то кто будет отшкодовывать сбитки, которые нанесены в майну громады? Зламанный шлагбаум, побитые витражи, достаточно дорогие, на административной строительстве в результате хулиганских действий, которые совершили активисты. А я дам... Дайте мне, будь ласка, ответственность. Для того, чтобы неголословно обвинять, во-первых, а вы мне скажите... Питание, кто будет отшкодовывать? Дайте ответственность. Знаю, не знаю, я... И люди, которые конкретно занимались, потому что, если мы... Кто сдвустили хулиганские действия? Конечно, конкретно, поименно, задача полиции именно в том, и была, чтобы установить, локализовать и задержать их этих лиц. В ответ зрозумела. Питание второе. Почему представители властности, чи міськая влада, не надала возможности зайти в громадянное место, не задействуя подраздели полиции, спецподраздели похоронного правопорядка, тактичные группы, нацбланды. 300 человек занимались в центре города, вместо того, чтобы ловить злочинцев. Почему міськая влада не дала возможности открыть эти двери, зайдите, будь ласка, активисты, подивиться на эту пилойку, которая в центре города уже несколько десятков лет законсервирована, что тут можно вырубать, что тут можно еще знищить, как там знищено уже все взагалі. Чтобы они подивилися, заспокоились и пошли сюда. То есть те 109 деревьев, Александр, да, вот вопрос к вам. Ну, во-первых, я заходил с частью активистов накануне, это раз. Второе, я призывал собственников этого помещения, чтобы при проведении акции через два дня ворота были открыты. Я так и сказал, а что там прятать? И активисты, которые были тогда с нами, они тоже сказали, так откройте ворота, тут нечего прятать, тут никакой стройки не идет. Пусть посмотрят на те 109 деревьев, которых по факту на самом деле их нет. Деревья там считаются и кустарники, и... Александр, ну... Я прошу прощения, давайте, ну, почему вы не перебиваете? Ну, давайте не будем уже... Давайте, ну, давайте, ну, давайте, ну, давайте, вы же депутат. Ну, вы посмотрите. Я святусь вас за мою голову. Вы перебиваете. Вы не закончили логически, мы же, мы логически не закончили. Я хочу... Уже переходим к другому. Мы поговорим обязательно о деревьях. Абсолютно правильно. Расскажите о той ситуации, которая накануне. Да, почему вы... Мы зашли туда для того, чтобы познакомиться с ситуацией на местности. На месте, посмотрели. Я посчитал, какое количество деревьев там есть для себя приблизительно. Так люди могут посчитать. Правильно. Да, мы сейчас это делаем. Не вопрос. Я даже... Так что же вы себя так подставляете? Еще раз. А вы за него охрануете? Я переживаю, потому что это наш депутат. Владислав, 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 пусть Александр все-таки ответит. Я вас попрошу, не перебивайте. Да. Мы призывали собственников этих двух, как вы говорите, сараев, да, этих сцен, к тому, чтобы они в день проведения акции открыли ворота. Но если бы они были заангажированы или управляемы городским советом или городской властью, но они посчитали сделать это так. Мы их остерегали и сказали, откройте, пусть люди посмотрят. Там нечего прятать. Там на самом деле развалины. Скажите, а что же это за такие арендаторы, которые вот на элементарные требования городской власти, вполне логичные требования, требования, которые... Просьбу даже не требования, а просьбу, да, которая может в принципе вот служить профилактическим действием к недопущению конфликта, они просто игнорируют. Ну что, и как вот дальше с ними строить отношения? Вот это последний вопрос абсолютно правильный. Реакция мэра Геннадия Ильича Труханова сегодня была очень жесткой. Он сказал, что никакой одиозной застройки, которая будет не соответствовать целевому назначению земельного участка, функциональному назначению, здесь не будет. Я так понимаю, что такая жесткая реакция была после того, как он узнал, он был в командировке, что нормальной адекватной реакции собственника на наши какие-то просьбы, вот в частности по открытию ворот, не было. Он сказал о том, что мы не будем строить, мы не будем вырубать до тех пор, пока не будет предоставлено на суд общественности проект по реконструкции этих сцен. Они сказали, что мы это сделаем, но почему-то за ворота они отреагировали вот таким образом. Они посчитали, что их нужно закрыть, закупорить. И это, я считаю, что была самая большая ошибка. Если бы они с самого начала открыли ворота, вы бы пришли, спокойно зашли туда. У вас бы не было повода ломать. Мне кажется, что вопрос невозможности там в принципе строительства чего-то такого капитального, это не вопрос даже отношений застройщикам, это в принципе вопрос здравого смысла. У нас есть звонок, я попрошу включить. Вы в прямом эфире, добрый вечер. Добрый вечер, студия. У меня вот такой вопрос. Вопрос к представителю мэра. Скажите, пожалуйста, вы думаете, что если бы ворота были открыты и этого бы не было, еще было бы хуже? Дело в том, что это просто сборище бандитов и плевок всему городу, вот какое у меня мнение, как можно было, вот сидит вот этот человек сейчас показывать, как вам не стыдно, как можно было нашей полиции бить по голове начальника той полиции. Мы боимся выходить сейчас в город, до чего вы довели. Этот правосек снимает на камеру все и говорит этому генералу, это такое отношение к вам. Нет, у нас отношение к полиции, к нашему мэру, очень доброе, доверительное, но таких бандитов, как вот эти были в городском саду, их надо... Спасибо, я понял ваше мнение. Спасибо за звонок. Я дам возможность все-таки вопрос к вам, да, но, скажем так, зацепили Владислава тоже, я дам возможность все-таки высказаться, и вы, безусловно, ответите. А, вот и все. Хорошо, давайте Александр. Если бы ворота были бы, не были бы открыты, да, наверное, все-таки телезритель, телезрительница права, с одной, не с одной, даже я с ней согласен абсолютно, потому что когда мы пытались, мы это, представители городской власти, выйти на диалог с представителями общественности, показать, что сегодня собственник не хочет, не строит, не вырубает, потому что понимает, какой накал страстей и ситуация накалена, он отступил назад и говорит, хорошо, мы готовы к диалогу. С воротами это вопрос строит. И когда мы пытались достучаться до общественности, они не хотели нас слышать. Я на эфирах два раза выступал, наши коллеги давали интервью по этому поводу, разместили информацию о жесткой позиции мэра о том, что ничего не будет, да, сядем и разберемся. Но общественность, людей, которые собрались там, их интересовало другой. Возможно, большую часть, которые там были, это граждане, я видел по тем видеоматериалам, которые вы выложили, но были ряд людей, которых я могу назвать провокаторами. Вы сказали, что вы с общественностью договорились. Владислав, если, вот, действительно, представители городской власти сказали, что застройки там не будет. То есть, понятно, что это слова, да, они юридически не подкреплены, но тем не менее, вы же понимаете, что после таких заявлений, если там появится что-то капитальное, то политически это, по сути, будет вот крахом власти, да, поэтому, ну вот, а почему вы не доверяли словам, вот тем, в принципе, словам, которые вы ставили в гарантии. Да, доверяя словам, да. Ну, тем гарантиям устрая, которые я вам дам. Смотрите, во-первых, я доверяю всегда документам. Если есть документ о том, что декларация на начало строительных работ, ДАБИ, я верю этому документу, понимаете, а не словам. Если есть документ об удалении 109 деревьев, я верю этому документу. И я прекрасно понимаю вот страхи телезрительницы, да, я хочу сразу сказать, что никакого такого желания дискредитировать полицию как институт власти абсолютно не было. Наоборот, мы очень хотим сделать так, чтобы полиция наша была сильной, чтобы действовала эффективно и взаимодействовала в том числе и с членами территориальной громады, потому что такой диалог необходим. Но в данном случае есть действия абсолютно безответственные со стороны органов местного самоуправления, со стороны депутатов, которые продают все территориальное за гроши, голосуют не так, как надо, потому что они все под влиянием вот того господина Галантерника, вот того, кто владеет этой территорией. А отдуваются потом вот эти ребята, как сказала женщина, что они бандиты, на самом деле они открыли территорию и высаживают деревья для одесситов. И полиция действительно, потому что сейчас ситуация такая, что реформируется полиция, она не всегда успевает реформироваться. И, кстати, эти реформы направлены в том числе на взаимодействие с общественностью, на взаимодействие с громадой. Поэтому здесь, вот поверьте, когда вот такие обвинения идут со стороны, допустим, Геннадия Леонидовича, со стороны депутата фракции «Доверять делам», я их не приемлю. Я хочу выводочку сделать, так же стосовно звонка глядача, что у полиции, у правоохранителей объективные данные, что, если бы даже ворота были открыты и доступ туда был бы не обмежен, хулиганские действия все равно бы не было, понимаете, что эту их акцию использовали разные общественно-политические, олигархические кланы в своей битве за ресурсы, которую представляет собой Одесса, для того, чтобы выполнить этот безлаб, чтобы дискредитировать. Один борется с местной владой, другой борется с правоохранителями, третий борется с активистами, чтобы показать, что они, кроме того, хулиганских действий, на что не способны. Понимаете, сейчас такой час, что плохих или хороших активистов нема. Они все для меня хорошие. Одни дают мудро, разважено, каким-то образом, конструктивно, другие еще так не умеют, только учатся. Но эти активисты, я хочу поддерживать так же, несмотря на то, что... Есть еще третья категория активистов, которые не учатся действовать, а для того и выходят на певные громадские акции. Я себе это, своего рода, за работой. Такие активисты также могут быть, потому что другие мают на это обратить внимание и сделать объяснение. Если бы их не было, то не было бы на что показать, как, например. Понимаете, будь-якие активисты, они мают быть, потому что это наш последний барьер на шляху, мы ж поки все будуем краю, мы только на начале ее разбудуем, на шляху до корруппованого реактивного класса, что грабуют нашу краю. Это факт, не треба этого соромиться. Но, на жаль, на жаль, они еще, как несвідомые діти, ними маніпулюют, ну, я ж розумею, есть много проблем, и самое главное, они не готовы к диалогу, что демонстрируют они прекрасно в нашей студии. Руслан, еще одно важное вопрос, не как до полицейского, а как до громадянина, скажем так, вы сегодня сделали перепост на своей странице в фейсбук зі сторинки губернатора, який заявил, что он будет обратиться до міської ради, чтобы зеленый театр перенесли на территорию летнего театра. Ну, то есть, фактически, мы уже втрачаемо тогда зеленый театр. Правильно? Почему вам понравилось это? Я вітаю в будь-якие кроки голови Одесской государственной администрации, який демонстрирует, что он очень эффективный кризовый менеджер. В будь-якой кризе он находит разумные необходимые кроки для того, чтобы ее подолать. И, соответственно, имеет необходимые ресурсы и авторитет. И в суспольный, и в полиции. И поэтому я сподіваюсь, что на местах это не возможно решить с громадой, то, возможно, кто-то другой сможет эту кризу решить. Будь-яким шляхом. И будь-які кроки на такие дії я витаю. И это мне здаётся розумным. Александр. Да, относительно заявления губернатора я уже говорил, сегодня упомянул его. Но хочу сказать о том, что и мэр сегодня готов к нормальному цивилизованному диалогу. И когда поднимали вопрос относительно зеленого театра, и была создана петиция электронная, она набрала определенное количество голосов. Мэр ее рассмотрел, и жестко сказал нет, нет застройки на зеленом театре, на территории зеленого театра. И сейчас мы будем все делать для того, чтобы поменять целевое назначение данного участка, чтобы включить его в парковую зону. То есть этот вопрос уже осматривается, это первое. Второе. По, допустим, французскому... По зеленому театру? По зеленому театру, да. По зеленому театру. То есть будут предприняты меры для того, чтобы там не допустить застройку с юридической точки зрения. То, о чем говорит сегодня господин Болинский. Он ссылается на документы. Я тоже тут готов. Теперь относительно... Извините, еще вопрос был. Вот как раз вопрос был именно о переносе, о идее переноса территории летнего зеленого театра, как культурного объекта, культурной территории. Переносе на территорию летнего театра. То есть это получается, что да, может там высотки, конечно, и не будет в парке Шевченко, но это же не сохранит нам правильно зеленый театр как таковой. То есть один из объектов мы все равно теряем. Нет, вы путаете. По зеленому театру есть уже однозначно нет. И сегодня и по летнему театру мэр города... Как культурный объект. Это разные вещи. Сегодня мэрия, городская власть к этому не имеет никакого отношения, потому что фактически де-факто она является территорией, точнее там есть собственность компании, которая планировала провести застройку. Мы не имеем сегодня возможности забрать эту собственность, потому что она незыблема. Идея в чем? Идея в том, что перенести зеленый театр на территорию летнего театра и при этом предложить владельцам летнего театра другой участок земли, в другом месте. Но так можно же сразу предложить другой участок земли как раз арендаторам вот той территории, которая находится в парке Шевченко, правильно? Я не хочу комментировать идею губернатора. То есть если он видит это так, то давайте делать так. Необходимо тогда выкупать, наверное, ту собственность, которую приобрели в 2003 году в каденцию другого мэра. И давайте пусть они тогда находят диалог с собственниками, выкупают и вместе сообща с городской властью решают вопрос будущего этого летнего театра. Возможно, невозможно, а мэр сказал, что здесь функциональное назначение этой земли, этого места должно быть как пространство для проведения культурно-массовых мероприятий. Все, что еще надо. Относительно документов, о которых говорит сегодня Владислав, мэрия не выдавала эти документы. Вы подтверждаете, что мэрия не выдавала декларацию ГАСК? ГАСК, 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 про ГАСК мы говорим. Значит, послушайте, акт на удаление стадии... Еще раз, я вас спрашиваю про ГАСК. Еще раз, про ГАСК. Я вас спрашиваю. Давайте задавайте следующий вопрос. Ну, Леонид Галяевич, я сам с этим питанием... Задавайте, смотрите. Причем вы... Вы только что сослались на ДАБе только что. Я вам говорю, что мэрия не выдавала ни одного документов, касающихся застройки этой территории. Ни одного документа... А решение сессии 2016 года с назначением для застройки? У земли есть любое назначение. Если сформировать ваши требования и, собственно, возможность их реализации, как это будет выглядеть? Что вы хотите там видеть и какая процедура на территории Летнего театра? Ну, вот смотрите, обратите внимание. Сейчас вот я понимаю, конечно, всем выгодно это представить как массовые беспорядки и так далее. Я, как бы мне это не хотелось, я считаю, что работа над ошибками, я имею в виду со стороны полиции, должна быть проведена однозначно. Более того, я считаю, что есть ряд нарушений среди правоохранцев, которые в любом случае должны быть, во-первых, выявлены, обсуждены и привлечены к ответственности те люди. Мы смотрим, мы будем... Вот Руслан же не отрицает, в принципе, что были законные действия. Давайте вот подведем уже. Черту мы подвели, черту под акции. Давайте о судьбе, собственно, Летнего театра. У нас очень мало времени осталось. Мы хотим, чтобы отменен был тот договор о ренде. Более того, сейчас уже необходимо понимать, каким образом произошла подмена земли, подмена территории. Более того, я знаю, что... Ну, по поводу права собственности вы говорите, что там незыблемо и так далее. Но если были подменены документы, то это обсуждается вопрос право собственности. Обсуждается вопрос передачи аренды назначения земли. Если это общественные территории... Вы же грамотный человек. Вы путаете. Земля и несобственность. Это разные вещи. Ну, хорошо. По собственности. Давайте по собственности проведем расследование. Вы готовы выйти в комиссию по расследованию? В комиссию по расследованию? Конечно, я надеюсь, что я вместе с органами власти, вероятно, буду привлечен для того, чтобы расследовать те преступления, которые могли иметь быть при передаче земли в аренду этому предприятию. Александр, вы готовы общественность привлекать кого-то подобного расследования? Я не могу привлекать эту инициативу губернатора, если я буду включен в комиссию, буду работать, я включу все человеком, даже несмотря на то, что мы сейчас не можем... Следующие действия, соответственно, нашего законодательства, и говорить про злочное, можно только на основе следовательных действий, которые проводятся на этапе досудового расследования, что должно быть зарегистрировано. Все інше – это незаконный деятельность. По-друге, право властности, это действительно базовая засада, на которую нужно обратить внимание, она должна быть, не заживаясь на то, что олигархи в свой час разыграли нашу страну, право оренди и так далее. Мы должны привлекать общество, чтобы мы не решили господарские вопросы с балаклавами и с битами. Это очень важно. Нужно привлечить для того, чтобы все права существовать в цивилизованных судах. Это моя думка. По-третьему, если у нас есть право быть информированным или стурбованным в планах этого объекта – так, у нас есть право. И тут действительно нужно сделать заваженные органы миссисового рядувания. Я также думаю, что они заживут на это увагу. Но их действия должны быть прозорными и зрозумевыми. Тогда бы не было конфликтов. Нам нужно подводить итоги. Я напомню, мы спрашивали у наших телезрителей, сохранит ли Одесса летний театр. Итак, 70% считают, что да, все-таки большинство одесситов, 30% имеют определенные сомнения в этом. По 30 секунд в режиме БЛИЦ прокомментируйте мнение одесситов. Русланы. Я вижу наши дискуссии. Я вижу настроение Одесситов, что Одесса наш летний театр отстает. Поэтому я надеюсь, что так и будет. Я сам, будучи студентом, ходил на концерты. И так же стурбованный, как каждый правоохранитель, который там был, он так же одессит. И так же стурбованный долой этого объекта в сердце Одессы. Александр. Ну, я могу сказать, что все, что произошло накануне, в субботу, часть из той акции мирного протеста переросла в такой, можно сказать, погромы, дебош. И это было связано с тем, что некая радикальная сила, то, о чем сегодня говорил наш собеседник, заинтересована в том, чтобы дестабилизировать ситуацию и выбить из кресла нашего мэра. Но мэр сегодня, несмотря на все это, занимает жесткую принципиальную позицию. Он увидел проблему, и он ее включился и решает. Будучи за границей, он был в деловой поездке, он сказал о том, что все сделать для того, чтобы успокоить одесситов, и мы будем проводить расследование, останавливать и проводить все общественные слушания относительно дальнейшей судьбы летнего театра. Сегодня он уже сказал, что ничего застраиваться не будет. Что еще надо? Он должен выйти, что я не знаю, на площадь, кричать. Он официально заявил это на аппаратном совещании. Разместили это в средствах массовой информации. Но неужели вы это не видите? Мы видим, поэтому именно я хочу призвать одесситов, членов территориальных громад, не верьте таким вот депутатам, верьте общественному движению «Зеленый лист». Вы видите, как эффективно? Мы вышли, сделали акцию, все, зеленый летнему театру быть. До сих пор его застраивали. Только хочу заинтересоваться, что вы, защищающие права одесситов, завдали шкоды, майну одесситов, и кто-то это имеет отчет. Значит, для этого у нас есть правоохранительные органы, которые будут устанавливать. Поэтому, что мирное собрание и такой протест закреплен, это незыбленное моё конституционное право. А где вы мирное собрание видите, скажите? Послушайте, мы сейчас опять идем к дискуссии, нам же надо... И вам давать оценки тому, что там происходило. Вы занимаетесь своими делами. Одесситы дадут, одесситы дадут оценки. Одесситы будут заниматься своими делами. В конечном итоге одесситам надо гулять с детьми. Они бабушки вспоминают, как они ходили в этот летний театр и слушали там музыку. Я считаю, что это прекрасно, что они будут иметь такую возможность. Несмотря на все старания депутатов, забрать у них эту землю. Одесситы сегодня боятся ходить по улице, когда... Одесситы сегодня боятся ходить по улице, но все-таки большинство одесситов верит, что Одесса сохранит летний театр. Я думаю, это главный итог нашей дискуссии. Несмотря на определенные конфликтные ситуации, будем надеяться, что в будущем, вот коммуникация между правоохранителями, властью и общественниками будет уже на качественно ином уровне. Я вас благодарю за интересную беседу, за интересную дискуссию. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях были Владислав Болинский, активист организации «Зеленый лист», Руслан Форостяк, главный консультант начальника областной полиции, Александр Шеремет, депутат Одесского городского совета. Мы говорили о судьбе летнего театра. Студию провел Константин Гречаны. Оставайтесь на репортере.